Милана Тюльпанова Милана Тюльпанова, телеведущая, журналист, сооснователь благотворительного фонда. Родилась 19 августа 1993 года. Отец Миланы – сенатор Вадим Тюльпанов. Трагически погиб в апреле 2017 года. В июне 2015 года Милана вышла замуж за футболиста Александра Кержакова. Сейчас пара разводится. Милана делает все возможное, чтобы сын Артемий остался жить вместе с мамой. Она заставляла плакать под свои песни всю страну, но ни разу не дала повода жалеть себя, справляясь со всеми жизненными трудностями, с редким достоинством и благородством. Эта программа – мягкая сила. Я Милана Тюльпанова и моя сегодняшняя гостья – Татьяна Буланова. Татьяна Буланова – советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Заслуженная артистка России. Была дважды замужем за Николаем Тагриным и Владиславом Радимовым. У Татьяны два сына – Александр и Никита. Таня, привет! Большое спасибо, что пришла на мою передачу и тебя очень долго ждала. В нашей программе мы говорим о женской силе. Мне импонирует, что несмотря на стереотипы вечно плачущей женщины, ты на самом деле независимая, сильная и умеющая постоять за себя. Прошу прощения, сразу хочу извиниться за свой голос, потому что я немножко простужена. Ничего страшного. Скажи, пожалуйста, ты сама считаешь себя сильной? Что такое силой? Когда ты рассчитываешь только на самого себя. Наверное, быть слабой – это такая роскошь, об которой я мечтаю. Ну, как слабой. Понятно, что рядом человек, который о тебе будет заботиться, который возьмет на себя все твои проблемы, который будет решать какие-то вопросы. То есть не ты вот сама там все это. Но такого, к сожалению, нет. И поэтому приходится вот этим всем заниматься самой. И тут уже слабый человек не выживет в этом мире. Поэтому я считаю, что сильная женщина – это на самом деле даже, наверное, несчастье какое-то. В одном интервью ты сказала, это с виду я пушистая, но характер у меня ого-го. Часто приходится доказывать, что у тебя есть своя точка зрения и свое мнение? Приходится. Не часто, слава богу, но приходится. Особенно действительно почему-то, ну не почему-то я понимаю, почему складывается такое впечатление, глядя на меня со стороны, кто меня мало знает, плохо знает. Это что? Я вот мне еще дошепелялась такая какая-то там, такой вид-вид какой-то внешний, я маленького роста, я так все-все-все-все-все, как будто я такая вот. Но внешность абсолютно обманчивая. И там еще давным-давно, я помню, я еще в юности, ну там мы сели в одной компании, и человек сказал, тебе сразу видно, что вот какой-то стальной стержень внутри. Я за себя, конечно, могу постоять. Хотя это звучит, мне кажется, печально, когда женщина может за себя постоять, это ужасно. Всегда должен быть кто-то, кто может женщину защитить. Вот это вот, наверное, то, о чем мечтать можно. Такой оксюмарон получается. Да. Скажи, правда, что в лихие 90-е могла поставить хама на место? Могла. И даже была такая история. Одно выступление, там реально такие были конкретные заказчики, так называемые, это был на Новый год. Там просто реально такая лучка себя наесть, что вы сейчас будете работать всю ночь. Меня это так возмутило, у меня кузы появляются какие-то регистры такие в голосе, что человека просто сдуло. Вот он сидел такой, король. Ну и нет, так все нормально, у меня закончилось хорошо. Правда, после нас потом работала группа ответа мошенники, говорят, мне работали до утра. 98-й год, это погиб твой отец, разделила твою жизнь на до и после. Вот расскажи, как было тебе? 17 февраля 98-го года у меня закончилось детство. Несмотря на то, что мне уже было много лет, у меня уже был ребенок и семья, и я уже была известной артисткой. Пока был жив папа, я была еще ребенком, и я понимала... Вот как раз папа, наверное, был тот человек, который мог на себя взять часть какой-то ответственности, который я знала, что по бытовым вопросам никаких не будет проблем. И после этого как-то все закончилось, и я поняла, что легло все на мои плечи, и все, я стала взрослой. Я поняла, что, оказывается, люди смертные. Вот как ни странно. Потому что пока это не касается тебя лично, вроде бы как-то проходит где-то у кого-то, там что-то мимо. А когда это коснулось, ну, оказывается, вот просто жизнь есть, ее нет. Я уехала на три недели на гастроли. Практически сразу, как я уехала, папа в леку больницу положили. И получилось так, что я вернулась 16 февраля вечером, 17 утром я пошла в больницу. Я утром, как бы, ну, такой муж, там, понятно, что был весь уже наколотый, но еще, по крайней мере, был живой. И, в общем, как бы, было ужасно тяжело. В 2017 году у тебя уходит мама, у меня в этот же год уходит отец. И хотела тебя спросить вообще, вот, как и где брать силы, когда уходят близкие люди, как это пережить? Ты знаешь, ну, опять же, какое-то философское отношение к жизни, может быть, не знаю. Я знаю, что время лечит, хотя, говорят, не лечит, лечит время. Оно память не стирает, ну, как бы из памяти не стирается, из сознания, но притупляет вот ту боль и какое-то просто чувство какой-то, не знаю, несправедливости. Не знаю, верю в то, что не уходит просто в никуда. Да. Я и папу похоронила, и маму похоронила. Я видела их тела, когда уже, ну, когда души из них ушли. Это реально другие люди были. Вот просто, ну, вроде бы, как все то же самое. Но, ну, как бы, человек, он другой какой-то. Вот вроде бы лицо тоже там, все то же самое. Но вот действительно, вот как-то вот ушло то, как бы, из-за чего человека любишь? Потому что любишь не за внешность себя, а из-за внутренних каких-то качеств, естественно. И вот эта вот внутренняя вот эта какая-то субстанция, не знаю, что такое, душа, действительно, вот она куда-то ушла. И я верю в том, что там это есть наверху. Верю очень и верю, что они на нас смотрят, помогают всячески. И если все время вот как-то плакать, 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 мы этим будем их расстраивать очень. И как-то вот, ну, я не знаю, как это происходит на самом деле, но это точно есть абсолютно. Скажи, твои бывшие мужья тебя поддержали? Да, причем оба. Сильная поддержка была, учитывая, что с первым мужем мы уже не жили, мы разошлись в 2005 году. То есть уже долго. Он сразу, я позвонила, он, например, трубку положил, говорит, сейчас, подожди, не могу говорить. Еще хочу сказать, что все-таки мужья у меня были хорошие. Раскрой секрет, как тебе удалось сохранить прекрасные отношения со своими бывшими? Люди после развода видеть друг друга и не хотят, а слышать друг друга не могут. А ты с одним бывшим мужем Николаем вместе работаешь, а с Владиславом вообще живете под одной крышей. Ты знаешь, я сама себя удивляюсь, не знаю, наверное, хочешь сказать, что я такая хорошая, добрая. Наверное, потому что я на самом деле не конфликтный человек очень. Я вообще не люблю быть на кого-то, злиться долго. Ну и потом все-таки, действительно, у меня первый муж, отец мой, первый ребенок, второй муж, отец второго ребенка. И мы все равно не чужие люди. Ну, как бы, ну, не знаю. И потом, наверное, зависит еще и от них тоже. Хотя первый муж на меня, я так думаю, сильно обижен. Да и, в общем-то, и второй тоже, наверное. Но я считаю, что в том, что я с ним развелась, и мы не виноваты сами. А учитывая, что вы с Владиславом все-таки вместе живете, он тебе уже, наверное, как родственник? Ну, нет, конечно, мы близкие люди, конечно. Так же, наверное, как и с первым мужем тоже все равно. Ну, то есть все равно это тебе не помешает, третий раз выйти замуж, если случится любовь. Если случится любовь, ну, я думаю, что нет. Честно говоря, почему я и развелась первым мужем, потому что я влюбилась во Влада. И у меня такое впечатление, что даже какое-то помутнение было вообще. Настолько это было сильное чувство. Ты крайне достойно вела себя тогда, когда в публичное пространство просочились слухи об измене Владислава. Можешь честно сказать, каково тебе тогда было? Трудно сказать. Я помню, мама еще у меня была жила, смотрела эту передачу, и она смотрит, господи, мне эту женщину жалко. Вот она как бы это все там же, там несколько было передачи, целая такая эпопея. Ну, если честно, то для меня, я даже вот этой девушке благодарна отчасти, потому что для меня открылось такое откровение. Я там не хочу никакого, не затрагивать личности какие-то, но я после этого перестала общаться с некоторыми людьми. Потому что я, честно говоря, не ожидала, что можно вот так вот себя вести при живой жене. А скажи, это связано вот с постом, который ты написала в октябре 2016 года о предательстве подруги, а потом ты его удалила? Это как раз была вот моя подруга, которая вообще, она была в курсе всего, и когда я там, в общем, узнала, ну, скорее всего, наверное, я так скажу, катализатором к разводу и таким толчком вот именно вот это вот событие. Потому что я просто не ожидала, что вот так уже можно. Она сама отдельно участвовала в других моментах, поэтому... Ты сама была инициатором развода, то есть ты понимала, что расставание для тебя – это единственный возможный вариант быть счастливой. Откуда такая уверенность? Ты знаешь, нет, я развелась, потому что мне ужасно было неприятно чувствовать себя вот когда вроде бы унижение какое-то, что вот... А так я свободный человек, Владислав свободный человек, он может делать всё, что хочет. И уже вот эти все истории, они уже меня не касаются. Я, к сожалению, верю в то, что люди не меняются. Я не верю в то, что человек вот ввел себя так, потом он говорит, всё, вот клянусь больше никогда, и он действительно больше никогда. Ну, не верю я в это. Если вот он себя так верил... И я не верю. Я, знаешь, вот во что верю? То есть, допустим, человек влюбился в кого-то, случилось такое, потом он понимает, что нет, семья всё-таки важнее, и нет, он там вот забыл, хотя сложно достаточно, наверное, забыть человека, которого ты полюбил, или влюбился в которого, или должно какое-то время пройти. А когда вот так вот просто вот ради развлечения, то это вот для меня унизительнее. Там даже, пусть нет каких-то интимных отношений, там не спало просто вот само вот это общение какое-то. Ну, у тебя есть жена, у тебя есть семья, и ты себе позволяешь на стороне вот так с кем-то себя вести, ну, это недостойно вообще, это не по-мужски. Вот этих каких-то демонов надо уметь украшать. Мало ли кому что хочется, мне тоже много чего хочется. Либо тогда просто приди честно скажи жене, слушай, я не могу, знаешь, я вот так привык. Мне нравится, когда ухо, вот так вот всё, вот так вот так. Если тебе не нравится, если ты будешь терпеть, готова, я тебя всё равно люблю, то давай. И так же, как жена ответить, если она не готова, то она не готова. Ты всегда говорила о том, что ни спорт вообще, ни футбол в частности тебя не сильно увлекает и не интересует. Это было проблемой в браке с Радимовым? Как тебе удалось не получить ярлык жена футболиста? Ну, скорее, он муж в артистке был, мне кажется так. Такой, наверное, стереотип сложился из-за некоторых жен футболистов, что вот жена футболиста такая вся. Ну, во-первых, во мне, в принципе, этого нет, к сожалению. Хотя так иногда хочется вот такой вот быть такой худой, длинноволосый, там, не знаю, с поволоком в глазах. Но вот нет у меня этого в природе, к сожалению. Ну, а потом какие-то футбольные, там, не знаю, когда были тусовки, я почти на них не была. Потому что я, даже когда они играли, там, в Уэфа, собирали все семьи, там, целый был чартер такой самолет. Я не могла поехать, и Влад обиделся, и мне пришлось, ну, как, я хорошо говорю, я поеду. Потому что у меня на следующий день в Смольном какой-то был праздник, мне нужно было 12 дней уже быть и стоять на сцене. А это все, там, самолет в 4 утра вылетал. Жены футболистов остались праздновать, а я в самолете. Потом та же история в Монако с суперкубком тоже, значит. Было так здорово, мне просто реально кайф какой-то, счастье. И я все равно сажусь в самолет, и приеду дальше, мне нужно было в Москве где-то выступать. Видимо, наверное, из-за того, что вот таких вот невозможностей посещения таких мероприятий совместных, в общем, удалось избежать вот этого верлака. Хотя я думаю, что на меня такой верлак, ну, не повесить, в принципе. Ну, я с тобой соглашусь, потому что ты... Спасибо. Независимая личность. Да. Хотя мужчин многих это, мне кажется, не устраивает. Потому что мужчине нравится, когда женщина зависима от него. И, в принципе, от любого человека, ну, от любого мужчины. Ну, хоть чуть-чуть. И не всякие... Наверное, только сильные, наверное, только мужчина очень может принять такой положительный момент, когда твоя жена сильная женщина. Если он сильный сам. А мужчины, они как-то слабее все равно, мне кажется. Ну, не все, конечно. Ты говорила, что для себя важна самоирония. Скажи, ей можно как-то научиться? Не знаю. У меня никогда в жизни не было звездной болезни. Наверное, потому что именно вот эта самоирония присутствовала. Как-то относиться к всему, что происходит с юмором. Мне очень, кстати, высказывание Ницше нравится, что стремление к величию выдают с головой. Потому что истина великих – другие цели. Я вот абсолютно согласна, если человек хочет быть королем каким-то, не знаю, ну, что я имею в виду, поп-королем, например, без всяких там личностей. Ну, или там звездой супер, или он там, смотрите, это я вообще, вы знаете, кто это. Значит, он мечтает быть таким, ему чего-то не хватает, значит, он уже никогда таким не будет, потому что вот... Если бы он истинно был такой, он бы себя по-другому повел как-то. Мне так кажется, не знаю. В СМИ упор находят слухи о том, что третья свадьба в твоей жизни не за горами. Если бы была Анна в ближайшее время, пригласила бы своих бывших мужей на свадьбу? Нет, я думаю, во-первых, они не придут, наверное. Во-вторых, это, наверное, ну, жестоко, наверное, было бы. Как-то как это, как сарказм какой-то, или, не знаю, издевка такая. Думаю, что нет. Твоя популярность, кроме восхищения и обожания, имеет и другую сторону. А тебе придумано столько мифов и небылиц, что можно было бы написать целую книгу. Как ты с этим справляешься? Ты знаешь, научилась справляться с этим, ну, в течение нескольких лет, наверное, потому что первое упоминание было такое не очень приятное. Году, наверное, в 92-м. Я помню, прочитала какую-то, ну, просто такую вскользь сброшенную фразу в мой адрес. Мне было так неприятно, просто я, помню, позвонила маме, это в Москве была гостиница. Говорю, мама, ты представляешь? А потом как-то, ну, не знаю, научилась, не научилась, я поняла, что буквально пройдет два дня, и самая какая-то небылица ужасная, вообще дурацкая, она будет восприниматься смешно. Потому что вот пока ты читаешь, даже если какая-то гадость написана, ты ровно в первый день, ты как бы с этим живешь, перемалываешь себе, там, проживаешь, ты обрастаешь каким-то в сознании, каким-то комом снежным таким. Потом буквально день-два проходит, и ты все это воспринимаешь уже с юмором. Я помню такую историю, что когда Влад еще играл, мой директор, он в Москве живет, ехал в электричке, и ехали болельщики локомотива. Таня звонит, я получил культурологический шок, говорю, что случилось. И болельщики, ну, там они говорят, лоу-ка, мы лоу-ка лучше, потом опустим зенит, опустим зенит. Таня Буланова, ей там, значит, какая-то такая-то, в общем, все это с матом было, естественно. Влад играл за Спартаком, по-моему. Ммм, мали твою, Таню, ммм, мали твою. И Влад, значит, там, кому-то показал, там, жест неприличный, потом там встал. Я говорю, нет, звонит, причем я, естественно, не смотрела, я этого и не видела, и не слышала. И он мне звонит, ты представляешь, я говорю, да наоборот, слушай, представляешь, какая у тебя жена известная, знаменитая, что даже я этих людей знать не знаю, они знают, как меня зовут, так приятно. Нужно быть оптимистом всегда в этой истории. При всей публичности ты очень разумно ограничиваешь свое личное пространство. Ты предельно честна с журналистами и поклонниками, но при этом не пытаешься с ними заигрывать. Поделись секретом, как тебе удается быть любимицей публики, но при этом оставаться самой собой? Наверное, в первую очередь нужно оставаться самим собой именно. А любимицей я не знаю, мне очень приятно, что действительно любят до сих пор, и даже, смотри, молодежь поют песни, которые, в общем, их еще на свете не было. Вот певают, правда, очень приятно. Я не знаю секрет популярности, к сожалению, и так же, как не знаю секрет, например, Шлягера, не знаю секрет успеха. Наверное, можно догадываться только, что это трудолюбие, что это вот какой-то внутренний действительно стержень, который не даст тебе сломаться, а ломать будут пытаться очень многие. Никогда нельзя опускать руки, точно могу сказать. Никогда. И вот мне кажется, что нужно вообще на жизнь смотреть со знаком плюс, потому что вообще в жизни это хорошее и плохое, добро и зло. Никогда не нужно отчаиваться, потому что никто не знает, как, знаешь, говорят, что, может быть, вот именно то, что произошло, Бог тебя от чего-то отвел. Мы не знаем, от чего, но вот это все не просто так происходит. Я фаталистка, поэтому верю в судьбу, верю, что все, что предначертано, будет. И хочется верить только в хорошее, чтобы это нам отвечало тем же. Поэтому не знаю. Нужно просто заниматься тем, что тебе нравится, тем, что ты умеешь, радоваться жизни. Просто нужно быть самим собой, наверное, самое главное. Скажи, а в твоей жизни был момент, когда ты стояла перед очень сложным выбором? Когда и при каких обстоятельствах это произошло? Ну да, например, вот этот второй развод, я могла оставить все как есть. И для меня отдался тяжело, честно скажу, этот шаг. Потому что одно дело, когда ты влюбляешься, ты уходишь куда-то, а когда тут, я понимаю, что просто я сама вот как бы... Ну, кстати, вот если говорить о браке, есть люди, которые совершенно к штампу, вообще к конституту брака относятся. Именно такого как это официального, фиксированного. Спокойно, я считаю, что это не нужно. А есть, которые... Вот я, наверное, ко вторым принадлежу. Я считаю, что штампы это все-таки какой-то такой способ сказать человеку, что все, ты закончил поиски своей жизни, ты нашел того, кого хотел. Я же не говорю о венчании, венчании это, конечно... А вы венчались, кстати? Мы нет. Нет? Ну, вот хорошо. Потому что если бы я была, допустим, венчана и с первым мужем, с вторым, я бы, конечно, не развелась никогда. Потому что я не могу сказать, например, такой прям уж очень верующий человек, но если я дала перед Богом слово, ну, слушай, уже держись. Ты победного. Да, ты уже сам выбрал эту судьбу. А так штамп, ну, тем не менее, я считаю, что штамп для меня очень много значит. Убирать или не убирать, это штамп из жизни своей был очень сложным. Но я не жалею, на самом деле. Я считаю, что я правильно поступила. Как раз-таки однажды ты заявила, что твой девиз – ни о чем не жалеть. Не жалей правда, ни о чем не жалеешь. Да. Даже если какие-то совершала ошибки, ну, нет, все равно не жалей. Я как не могу вспомнить, что бы так. Ты знаешь, я вот с мамой, когда случилось все это, просто она попала в больницу, ей поставили пять стентов сразу в один сосуд, как называется. И она, ну, в принципе, мучилась еще три недели в больнице, потому что там какое-то легочное сразу пошло осложнение, там что-то еще. И я так думаю, что вот зря ей надо было не ставить. Просто если бы, ну, она бы так умерла бы, просто вот легкую-легкую смерть. Раз, человек упал, умер. А потом думаю, а вот если бы я не поставила, умерла, я бы себя винила и жалела бы о том, что не поставила. То есть это все вот абсолютно не в нашей власти. Нам дано ровно столько, сколько вот нам отмерено им. Вот им, поэтому, не знаю, поэтому так же и поступки, наверное. Раз мы их совершаем, даже если для меня какой-то был поступок ошибочным и какие-то последствия были, значит, я должна была какой-то получить урок. И, видимо, я этот урок получила, потому что вот такого вот, к сожалению, что их если бы вот меня отмотать раньше, я бы этого не сделала. Нет такого, наверное. Тань, у нас осталось совсем немного времени. Спасибо тебе большое, что пришла еще раз на интервью ко мне. Я хотела небольшой блиц тебе задать. Измену можно простить? Знаешь, измена бывает моральная, что страшнее, и физическая. Физическую, наверное, можно простить, потому что это... Ну, это бывает, что просто человек физически не может как с этим справиться. А когда морально тебя унижают, это нельзя ни в коем случае. Женщина обязана быть сильной? Женщина обязана быть счастливой. Сильной по необходимости. И если есть возможность не быть сильной, то лучше быть слабой. А умный? Умный, да. Мне кажется, вообще умным человек должен быть, потому что, значит, с ним скучно. Насколько безвыходной должна быть ситуация, чтобы ты нарушила закон? Ну, наверное, только если спасти своего ребенка, жизнь ребенка своего, наверное, только так. Что способно довести тебе до слез? Обида нет ни в коем случае. И не злость никакая, не знаю, мне как-то сразу слезы пропадают. Я даже, знаешь, немножко в сторону скажу. Бывают такие моменты, когда ты поешь, и слезы просто душат горло, и петь невозможно. Я сразу вспоминаю какие-то неприятные моменты в своей жизни, когда меня обижали, и когда вот сразу слезы проходят. То есть сразу как-то мобилизуешься и собираешься. У тебя есть настоящие враги? Я думаю, что есть, наверное, люди, которых я раздражаю очень. А такие враги прямо, что вот прям... Замуж в настоящий момент хотела бы выйти? Ну, наверное, да. Ты боишься смерти? Не то, чтобы боюсь, но как-то так. Хочется об этом не думать. И как-то вот просто такое, когда я понимаю, что ошибочное такое, как бы, в сознании такая мысль, что если об этом не думаешь, то это, в общем, пройдет мимо. Нет, конечно, мимо смерть не пройдет, к сожалению, но пускай это будет как можно дольше. Не приходит все это вот, и долго-долго-долго-долго еще бы все проходило мимо. Как часто ты чувствуешь себя одинокой? Часто. Часто, к сожалению. Одиночество – это же не вот, как бы, человек, одиночество – это внутри, в душе. И хочется иногда как-то, чтобы кто-то ему обнял, не знаю, как, пожалел. Я еще взрослась. Ну, подожди, давай, не надо. У тебя такой прекрасный голос сегодня. Сегодня, да. На самом деле. Сексуальный. Ой, господи. Хотя, на самом деле, я уже сейчас к этому все меньше и меньше начала как-то верить в это, что кто-то появится, такой человек, который действительно будет меня понимать. И самое главное – будет другом. Что тебя может унизить? Наверное, когда близкий человек, которому ты действительно безоговорочно доверял, начинает тебя с кем-то обсуждать. Вот это ужасно. Это унизительно. Это, кстати, вот и есть для меня измена настоящая. И самое страшное, которое нельзя простить. Когда в последний раз ты сама мыла пол? Не так давно, кстати, ну, может, не знаю, месяц назад, может, гладить, мыть посуду, мыть пол, подметать. Мне нравится, потому что, когда ты видишь процесс своей какой-то трудовой деятельности, было мято, стало гладко. Не знаю, было грязно, стало чисто. Меня-то как-то это успокаивает. Ты считаешь себя примером для подражания? Не знаю, наверное, в чем-то да, в чем-то нет, но я вообще, в принципе, против подражания кому-либо. Каждый должен прожить свою жизнь, свою судьбу, совершить свои ошибки. Не знаю, я за то, чтобы у каждого все-таки своя жизнь была. Женщина должна скрывать свой возраст? Скрывать смысл. Скрывать перед, если ты, допустим, публичный человек, то открываешь Википедию, и там тебе посмотрят, сколько тебе лет. Это глупо, бессмысленно. Скрывать перед близкими они все равно знают. Твоя самая вредная привычка? Когда я начинаю волноваться, я начинаю поддирать пальцы. И если вот меня видите, допустим, все там такое в этих все... В таких вранах, кровавых, значит, накануне я очень сильно волновалась. Ну, это очень ужасная привычка. Пожалуй, наверное, только это. Ты часто врешь? Вообще никогда не вру. И не люблю, когда мне врут. Причем я даже не верю в святая ложь. Лучше промолчать, а еще лучше сказать правду. Если ты врешь, то какую-то свою ауру нарушаешь. И это, в общем, отражается потом и на внешнем виде, и на здоровье, и на внутреннем. Поэтому врать опасно. Ты страдаешь звездной болезнью? Нет. Что бы ты хотела забыть в своей жизни? С одной стороны, мне бы хотелось, наверное, забыть все, что было до 2017 года. И потом, чтобы вообще, иногда кажется, была бы амнезия, например, просто все хорошо, все нормально, новые лица, новые дети. Там нету какой-то скорби о тех, кто ушел. А потом, конечно, понимаю, что нет, память – это, наверное, богатство. И просто нужно набраться терпения, и чтобы вот эта память из мучителя превратилась потом, наоборот, в помощника. Где и кем ты видишь себя через 10 лет? Ой, мне бы очень хотелось быть певицей. Такой же, как и сейчас, практически, чтобы не изменилось. Я думаю, что при нормальном раскладе, то тем же, кем и сейчас абсолютно. А, еще не захотел бы быть замужем. За хорошим, достойным человеком, любящим меня и мои дети. В чем ты разбираешься лучше всего? Я разбираюсь в пении, как человек поет, хорошо или плохо. И причем это делаю исключительно как слушатель, и воспринимаю это на уровне какому-то нравится-не нравится, но если научно раскладывать, то не знаю, смогу или нет. Кстати, наличие сильного голоса, именно сильного голоса – это не всегда признак хорошего пения, потому что должна быть какая-то музыкальность. Как бы ты назвала книгу о своей жизни? Жить здорово. Не знаю, мне кажется, жизнь прекрасна в любом случае. И какие бы ни были события, ни происходили, даже трагические, это часть нашей жизни. Все равно к этому нужно с благодарностью к жизни относиться. Поэтому жизнь хорошо. Спасибо, что пришла на интервью, и пускай все желания твои не исполнятся. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Мягкая сила». Я – Милана Сульпанова. До встречи и будьте сильными во всех смыслах. Ты приходишь, пожалуйста, и дом открыт для тебя. И приходи, все, и гуляй, и даже не над надзора никакого. Возьми его в кино, на мультик сходи. Пожалуйста, только ночевать он будет у меня дома со мной, потому что я мама. Субтитры подогнал «Симон»